Приветствую, Дмитрий Михайлов, на моем канале Комин Бай. Сейчас мы находимся на очередном объекте. Я расскажу вам предысторию. Звонили неделю назад заказчик, говорит, подъедите, посмотрите домоход. Я сначала не выезжаю, я прошу, чтобы мне прислали фотографии, я предварительно просчитываю, если все хорошо по стоимости, если все хорошо по работам. Заказчик говорит, да, давай приезжай, смотри. Я тогда выезжаю. Так и получилось. Заказчикам по цене все устроило. Единственное, что я вводное вам не дал, это котел светлобор будет, это, если не ошибаюсь, российского производства, беретник. У него 130-й выход. Меня немножко это смустило. Заказчик такой, 130-й, давайте загоняй сюда. Нет. А что я сделал? Я говорю, давайте сейчас вы светлобор хотите, завтра еще какой-то котел. И 130-й, твердотопливные котлы, это реально очень мало. Всего определенных обстоятельств, потому что производители правила страхуются. Такие маленькие диаметры, на 115-120-130, на передач ставить, ну, только делают, как правило, фирмы, которые хотят конкурировать за счет того, что сами производят дымоходы, продавать комплекты дымоходов. Но в дальнейшем, как показала практика, не ставьте 120-й, 130-й. Если на комплектом 115-120-130, ставьте 150-й диаметр. Увеличивайте. Если на 150-й, то ставьте немножко больше. Для тяги это лучше. Тяга и скорость потока воздуха, это разные вещи. Мне иногда пишут комментарии, ладно, не буду уходить. Собрал комплект дымоходов, выехал, посмотрел. Все, стандартная кирпичная кладка. Внутри овал, вернее, внутри прямоугольник 140 на 250-260, там неизвестно, где это играет. Единственное, что очень важно, момент один, на что надо обратить внимание, это чтобы не была плита перекрытия, загнана в кирпичную кладку. Это сейчас очень часто у меня встречается на объектах. Это очень большая проблема. Но здесь, слава богу, дом строится, поэтому можно было расстрелиться, можно было в эту плиту тоже следовать. К чему мы пришли? Комплект дымоходов посчитали, что она 200. Все отлично, все хорошо. Это соответствует 150-му круглому диаметру. Что происходит дальше? Вчера звонит мне заказчик, я уже комплект дымоходов укомплектовал, все, уже закинул машину, уже готова на выгрузку. Вчера в 3 часа дня я еду после объекта, звонит мне Сергей, говорит, Дмитрий, котел хочу поменять. Сасна Био Солид 19. Окей, я открываю характеристику, смотрю, у него 180-й выход дымохода. Изначально дымоход здесь, который я планировал, 100 на 200, он соответствует 150-му круглому диаметру. И я не мог ни в коем случае оставить так, как есть. Потому что заужение и сечение для труда топливных котлов, да вообще для всех котлов, они нехорошо. И, как правило, потом возникают проблемы. И если какие-то проблемы с котлом, и приедет кто-то из сервисного центра технического отдела работник, посмотрит, что дымоход уже не сечение, то у вас могут быть большие проблемы. Выход есть, слава Богу. Здесь шахта позволяет. 140-250, 130-260 шахта играет. Она, понятно, что не везде будет ровная. Поэтому я за два часа нашел дымоход с валом 120 на 230. Он соответствует 180-му круглому диаметру. Ну, он немножко больше. Если честно, он 190, там не досягнет до 200-го диаметра, но 190 есть. То есть 180-й с запасом. Отлично проходит. Укомплектовал, поэтому будем мы его устанавливать. Я вам покажу в конце видео, как это все будет выглядеть, как можно делать, как нужно делать. И вы должны понимать, что все кирпичные шахты, неважно, кирпич, газобетон, силикат, все шахты должны быть загильзованы. Это очень важно. И в этом варианте мы расштрабимся, делаем штрабу и загильзуем овальную трубу. Овальная труба здесь будет использоваться из IC304, толщина металла 1 мм. Ну и вот как выглядит наша работа уже внутри котель. Делали штрабу, мы полностью все убрали. Кирпич под ноль вниз. Вниз поставили сборник конденсата, потом ревизионная дверца. Это ревизионный тройник с заглушкой. Сюда еще вставлялось 25 см, которая потом подрезалась. Моменты, которые со стеной все заказчикам согласовывались, согласовывались также с прорабом, потому что это довольно важно. Здесь стена будет, кусочек трубы должен выходить. Буквально маленький участок за общую плоскость стены. Это для удобства. В дальнейшем открывается канал. Здесь обратите внимание, 180-й выход, не 150-й. Довольно большое окно ревизионное. На твердый топливный котлах старайтесь, если есть возможность, ревизионное окошко сделать побольше. Не 130, не 150. Если есть 200-180, делайте 200-180. Это удобно. В дальнейшем даже отсюда можно прочищать дымоход. Даже если прочистить его сверху, то отсюда пылесосом все можно достать. Была установлена полуметровая вставка и потом троник на подрезку. У котлов BioSolid SAS у них размер указан от низа, не до центра дымохода, а указан размер до начала дымохода. То есть, если вы делаете разметку, то увеличите еще диаметр дымохода. У этих котлов у 19-й модели 180-й дымоход, у 14-й модели 160-й, и у 24-й тоже самое, у них 180-й выход. Дальше пошли 200-е. Поэтому, если у вас там размер указан 1000, то добавьте еще 9 см, чтобы найти на ось. Здесь мы знали, что пол поднимется на 10 см минимум. Судя по тому, как поставили стеклопакеты, они подняли на 12 см. Поэтому мы тоже подняли на 12 см, сделали выше. Потом в дальнейшем, даже если какой-то патрубок 2 см, можно сыграть за счет вот этой вот ставки. То есть, ее под наклоном поставить хуже не будет. Это может быть даже и лучше. Ну, по крайней мере, мы вниз уйдем. И все. Вот эта вот ставка, здесь 25 см выходит из стенки, ну, вернее, из стенки выходят 15 см, плюс там шибер на заслонку, еще у этого котла будет родная, плюс котел. Если надо, возможно, надо будет понадобиться сюда полуметровая вставка с подрезкой. Но это все потом, когда уже котел приобретут, и поставят сюда. Почему? Объясняю. Потому что может быть такое, что за котел не будет возможности подобраться к этой ревизии. И тогда просто надо удлинить расстояние от стенки. И после только этого можно будет удобно использовать котел и его прочищать. И также поставили два крепления для того, чтобы трубу отцентровать. Ну, вот эта вот заглушечка, она поставлена, ну, чтобы просто ровно стояла по центру. Ну, мне приятно, согласитесь. И все. Труба для твердотопленных котлов обязательно собирается, ну, как для всех котлов, по конденсату. Это не исключение. Овальная труба 120 на 230, 1 мм, оси 304. По данным трубам буду делать обзор. Обзор об овальных труб, потому что, смотрю, тема открытая. Но ни в коем случае не оставляйте кирпичные каналы не загильзованные. Все каналы должны быть загильзованы при выборе дымохода. Если не знаете, какой поставить, 304 или 430, почитайте инструкцию котла. Вы должны понимать, что 300 марка, она лучше, чем 430. 430 это товарозаменитель 304, 316, 321. Ну, в нашем случае это 304, потому что из всех 300 марки 304 она самая доступная. И, как показала время и практика, она надежная, она стоит и с ней вопросов нет. Сейчас мы находимся наверху, на кровле. Что мы сделали? И что вам необходимо делать? Ни в коем случае не оставляйте твердотопливные дымоходы. И вообще все дымоходы под общим грибком. У нас здесь стандартная кирпичная шахта. В этой кирпичной шахте выходит несколько каналов. Идет под вентиляцию. У нас три канала под вентиляцию и один канал под дымоход. Оваль, дымоход прямоугольный, 140 на 260, 270. Там размер гуляет, в зависимости от площадной шва. Но обязательно выходите за общий грибок. Если вы оставите под общим грибком, ждите проблемы. У вас, во-первых, тяга будет хуже. На некоторых ослах, особенно на газовых котел, будут постоянно отключать. Ну а на твердотопливных котлах это проблема предстояльных затеканий. Ну и в самом худшем варианте то, что у вас газы могут засосать вентиляцию. И у вас приточка пойдет, сработают приточки, и пойдут все газы, дым пойдет в помещение. Это просто опасно для жизни. Ни в коем случае оставлять так нельзя. Поэтому и у меня часто спрашивают, Дмитрий, стоит ли утеплять дымоход? Ну на газовых котлах еще сол-сол, да? 50 на 50. Но на твердочак надо обязательно утеплять дымоходы. Если есть возможность. Она не всегда есть. И на моих объектах вы можете наблюдать, что нет возможности, бывает, чтобы выставить утепленный дымоход. Но это все, как правило, исключение. Но когда дом делается, когда дом строится, старайтесь выводить утепленную трубу за общий грибок. Поэтому здесь мы перешли с овала на круг. Также все, IC-304 толщиной металла именно на этом объекте 1 мм выставлено. И дальше утепленная труба. Пол метра утепленной трубы. Кольцо уплотнения служит, оно необходимо, чтобы солнце не попадало на герметик, чтобы не разрушало его от ультрафиолета. Это раз. Плюс труба имеет какое-то еще движение. И если даже герметик выйдет из строя, то вот здесь вот колечко, оно очень плотно прилегает. Обратите внимание, оно с отбортовкой вверх идет. Благодаря чему прижимается кольцо уплотнения, это дополнительная защита. Вот в первую очередь от гидроизоляции. Ну и конечно защита от герметика. Но еще вот это кольцо служит как центровка. Да, как центровка. В одном из видео я расскажу, как можно его использовать. И грибки не ставьте. Если вы уже решили поставить грибки, снова же, вы выставляете тогда его повыше. Сантиметров 25 на твердотопливных котлах. Но лучше их не ставить. Не ставить, потому что потом начнет все стекать вниз. И как будет срабатывать котел, неизвестно. Но не забываем о том, что по строительным нормам в Республике Беларусь они запрещены. И это обосновано. Потому что здесь котел будет использовать как постоянное отопление. Он будет работать всегда. У него будут постоянные нагрузки. Пусть все выходит в атмосферу. Не останавливайте дым. Не препятствуйте ему. Но если уже все-таки решили, то поднимите на 25-30 сантиметров. Делайте высокие грибки. Для того, чтобы меньше сопротивления было. С вами был Дмитрий Михайлов. На этом я буду заканчивать. Не забываем подписываться на мой канал в Instagram, в Facebook, где эти объекты, фоторепортаж, какие-то такие маленькие секреты я буду выкидывать. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok